МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новости нашего города. В студии Кирилл Мигель. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о некоторых темах. В России собираются ввести двухуровневую систему гарантирования пенсионных выплат. В 96 муравленковских семей справляют новоселье. В Муравленко идет переселение людей из ветхого и аварийного жилья. И муравленковский тяжелоответ Ливонта Вокалов стал трехкратным победителем Кубка России по пауэрлифтингу. Ночной выпуск с трагедии в Волгограде. Взрыв в автобусе устроила смертница. 30-летняя уроженка Дагестана Наида Осиялова. Напомню, в понедельник в рейсовом автобусе сработало взрывное устройство. По официальным данным, в результате теракта погибли 6 человек, не считая саму смертницу. Более 30 ранены. Из них четверых тяжело пострадавших самолет МЧС доставил в Москву. В Волгоградской области объявлен трехдневный траур. Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин направил главе администрации Волгоградской области Сергею Божинову телеграмму со словами поддержки. От имени жителей Ямала и от себя лично прошу передать глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших в результате теракта. А пострадавшим скорейшего выздоровления. Ямал сострадает, сочувствует, скорбит вместе с вами. В России будет введена двухуровневая система гарантирования пенсионных выплат. Внутренние резервные фонды, которые будут формироваться в негосударственных и государственном пенсионном фондах и единый гарантийный фонд на случай их нехватки. О создании такого механизма правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов. Согласно им, пенсия должна назначаться, исходя из суммы пенсионных накоплений на счете гражданина. При этом она не должна быть меньше номинала уплаченных взносов. Если такая ситуация все-таки возникает, недостаток средств будет покрываться за счет внутреннего резервного фонда. Такой же принцип будет действовать, если человек переводит свои накопления из одного фонда в другой. Государственной или негосударственной разницы нет. Ему гарантируется передача средств в фактически накопленном размере, но меньше номинала. На случай, если негосударственный пенсионный фонд будет признан банкротом, недостаток накопления будет покрываться за счет Общенационального фонда гарантирования пенсионных накоплений. Он должен формироваться за счет гарантийных взносов самих фондов. Как подчеркивается в законопроекте, после 1 января 2017 года в этой копилке должно быть не меньше 1% общей суммы средств пенсионных накоплений. 96 муравленковских семей, которые проживали в аварийном жилье, в 6-м микрорайоне стали счастливыми обладателями ключей от квартир-студий в доме по адресу Школьная 3. С одним из новоселов встретился Эрнест Бавшин. Римма Совалова – одна из новоселов в доме по улице Школьной 3. Квартиру-студию, как говорится, сданную под ключ, она получила совершенно бесплатно. Сейчас у пенсионерки горячая пора. Приятные хлопоты по обустройству нового жилья. Ну да, да, да. Сейчас надо там прибивать, сверлить, там, то есть все это делать. Ну, в общем-то, сейчас уже радостное все такое. До переезда Римма Совалова проживала в комнате площадью 10 квадратных метров в общежитии на Ленина 10. Его построили в 1983 году, и за 30 лет здание изрядно поизносилось. Поэтому радость пенсионерке словами не передать. Теперь у нее отдельная квартира площадью 18 квадратных метров. Получил ключи «Заезжай и живи». Мне, в общем-то, все абсолютно устраивает. Единственное, что не устраивает, вот эта душевая, а так вот система там все вот в этой душевой, а так в основном все устраивает. Я, в общем-то, очень довольна. Душ Римма Совалова решила заменить. В ближайшее время здесь установят новую душевую кабинку. Всего же в этот дом из ветхого и аварийного жилья 6-го микрорайона переедут 96 семей. В этот жилой дом переселяются граждане, проживающие в аварийных домах 6-го микрорайона. Это молодежная 28, 28, 36, 36, а молодежная 32. И частично с Ленина 6 и Ленина 10. И также туда заселяются 5 семей со школьной 3, которая сгорела в 2010 году. Заселяются туда люди, которые живут на условиях социального найма или являющиеся собственниками жилых помещений. Все новоселы получают жилье больше площади, чем было у них. Максимальная площадь квартир здесь 22 квадратных метра. И на сегодняшний день дом уже наполовину заселили. Эрнест Бавшин, Тимофей Сапильник. Новости нашего города. Из Кемерово в ранге трехкратного победителя Кубка России по пауэрлифтингу вернулся домой муравленковский тяжелоатлет Ливон Тавакалов. Он стал сильнейшим в абсолютном зачете среди мужчин, взял первое место в Троебурье и завоевал высшую награду соревнований в составе сборной Ямала. Ливон Тавакалов выступал в весовой категории до 105 килограммов. В приседании со штанга его результат 360 килограммов, в жиме лежа 280, в становой тяге 350. Причем в последнем упражнении муравленковец едва не установил новый рекорд России. Он заказал вес в 370 килограммов. Ну совсем чуть-чуть мозоль сорванная мне стоила рекорда. Я вытянул хорошо, все зафиксировался. И судья не успел дать отмашку, мозоль сорвал я. Результат по сумме Троебурья – 990 килограммов. Показав его, Ливон Тавакалов выполнил норматив мастера спорта международного класса. Более того, наш атлет не только стал победителем в своей весовой категории, но и завоевал Кубок России в абсолютном зачете. Дальше у нас сейчас по плану идут соревнования. Это первенство округа, где съедутся все округа. Затем Уральский федеральный округ, чемпионат России, тоже среди мужчин и женщин. И уже финал, финал России по пауэрлифтингу. Но мы, так как мы выиграли Кубок России, мы попали уже на финал автоматически и вошли в основной состав сборной России. Евгений Дегтяренко, Вадим Брачек, новости нашего города. Муравленковские лыжники открыли зимний сезон. В скором времени в городе зальют ледом многофункциональные открытые спортивные площадки. Начнут работать и крытые ледовые арены. Когда зимние спорт-объекты смогут принять первых посетителей, в нашей рубрике «Актуальное интервью». Новый сезон, уже стартовал Муравленко, начался. Да, я думаю, что начался новый сезон, потому что лыжная трасса, которая у нас проходит по 70 лет октября, лыжная база «Пионерская 44», то есть мы уже работали и в пятницу, у нас осуществлялся прокат, и в субботу, и в воскресенье. В воскресенье, конечно, погода испортила, но лыжная трасса была готова на 100%. Сам лично выезжая, я проезжал по этой трассе на лыжах, прекрасная была лыжная трасса, погода вообще благоприятствовала в субботу. Поэтому мы готовы к лыжному сезону. Какие сегодня в нашем городе развиваются зимние виды спорта, кроме лыжных гонок? Ну, зимние виды мы стараемся, конечно, с вводом новых многофункциональных площадок, стараемся, конечно, развить хоккей во дворе. Значит, то есть подготовка идет, но проблема возникает, конечно, вот в летний период мы должны были подвезти воду к площадкам. Я думаю, что сделаем, работы идут, движется все это потихонечку. Поэтому на следующий год будет проще, так скажем, подготовить эти площадки. Есть у нас механизмы, которые готовят, и я думаю, что мы найдем вариант, и все это будет сделано. Ну, а все-таки базовые какого вида спорта? Наверное, фигурное катание, да? Есть у нас, да, культивируется и фигурное катание, и хоккей, значит, но в связи с нехваткой, я так думаю, что тренерского состава, у нас эти виды как бы не массовые. Ну, мы сейчас ждем тренера по хоккею, который будет заниматься именно детьми, поэтому надеемся, что и хоккей у нас будет своя команда городская, которая выращена именно в стенах нашего города. Ну, зимние виды спорта, они ведь достаточно дорогостоящие, вот достаточно ли финансирования на них? Конечно, очень дорогостоящие виды спорта, если брать по лыжному инвентарю на одного спортсмена, примерно нужно потратить 1025-1030, чтобы он мог тренироваться в современных условиях, так скажем, на современном лыжном инвентаре с хорошими палками и показывать результаты, конечно, в первую очередь инвентарь, он сказывается на результатах. На какие спортивные результаты в нынешнем спортивном сезоне можно рассчитывать? Очень хорошо готовы девочки у нас, лыжницы, поэтому мы возлагаем на них большие надежды, ими интересуется и у нас ближайший город, Ноябрьск, где у нас школа Олимпийского резерва по лыжной подготовке, то есть Рустам Таврезович, тренер по лыжной подготовке, подготовил двух хороших девочек, которые у нас уже показывают неплохие результаты, так скажем. Можете сказать, когда у Муравленка появится первый член сборной России по зимним видам спорта? Ну, это сложно, зимние виды спорта, они особые виды, возьмем биатлон, лыжи, тот же хоккей, там очень большая конкуренция, и все зависит, конечно, от вложений. Если вложения в эти виды будут хорошие, и тренерский состав будет привлечен, то, я думаю, можно ждать результатов. Вы уже говорили о том, что в городе достаточно немало у нас многофункциональных зимних спортивных площадок, построенных недавно. Вот когда на них уже можно начинать заниматься, и что вот конкретно могут предложить эти площадки? Ну, сейчас у нас в первую очередь идет подготовка, еще снежный покров формируется, поэтому мы уплотняем его, готовим к заливке. Там определенные стандарты есть по подготовке и по заливке этих площадок, поэтому мы готовим, в принципе, все готово. Единственное, что сейчас мы ждем морозов, 10 градусов, если у нас установится примерно мороз, мы будем уже приступать к заливке. А то, что мы можем предложить, это у нас, в первую очередь, прокат коньков, на всех площадках будет осуществляться прокат коньков, значит, можно со своим инвентарем приходить. Есть клюшки, есть шлемы, то есть, играем в дворовый хоккей. Сколько будет стоить прокат? Ну, по ценам мы еще не определились, я думаю, что пока мы можем выдавать бесплатно этот инвентарь, особенно коньки. Спасибо. В Муравленко завершился турнир по волейболу среди мужских команд, который проходил в рамках спартаки от трудовых коллективов города. На предварительном этапе 8 команд разбили на 2 группы. Уверенные победы в них одержали сборная «Газпромнефть» Муравленко и управление физической культурой и спорта. Именно они и встретились в финале. В решающем матче команда администрации оказала достойное сопротивление нефтяникам. Но в концовках обеих партий более результативно сыграли волейболисты «Газпромнефть» Муравленко. Счет по сетам 25-21 и 25-18. В итоге после победы в турнире спортсмены-нефтяники еще больше упрочили свое лидерство в общем зачете спартакиады. Ее завершат соревнования по мини-футболу. Они пройдут в ноябре. Но независимо от итогов турнира, уже очевидно сборную «Газпромнефть» Муравленко преследователям не догнать. Уральская ярмарка в эти дни работает в здании кафе «Самарканд». Всевозможные яства, трикотаж, посуда – лишь малая часть того, что предлагают муравленковцам торговцы со всего Урала. Подробности в завершающем материале выпуска. Халва шоколадная с курагой или, например, с карамелью. А конфитюры свежих фруктов, приготовленных на пару, не только порадуют сладкоежек. Главное, они полезны для профилактики различных заболеваний. И, конечно же, огромный выбор душистого башкирского и алтайского меда. С пирогом можно применять детям. То есть никаких аллергических реакций не вызывает. И он очень хорошо усваивается организмом. А для сибирского здоровья здесь можно запастись различными бальзамами. На алтайских травах, мумиё, барсучьим или медвежьим жиром. Акцент хочу сделать на таких бальзамах, как энергия мысли, энергия любви. Соответственно, для мужской силы и для женской молодости. Также большой выбор бальзамов на основе пчелиного воска и целебных трав. Например, для суставов есть, для позвоночника, при простуде, при насморке и гайморите, при ушибах и растяжении. Организаторы выставки позаботились не только о тех, кто часто болеет, но и тех, кто просто мёрзнет. Ног, то есть для тепла, это у нас бамбуковые колготки. То есть в состав входит здесь хлопок, овчина есть, овечки-мереносицы, их специально выращивают для тепла, именно на суровую зиму, ножки в тепле, в комфорте. Привёз продукцию, произведённую в Монголии, изготовленную на 100% из верблюжьей шерсти или пухояка. Маникюрные ножнички для малышей с ручной заточкой порадуют мам, как и специальные пилочки и лаки для восстановления и роста ногтей. Пилит, запаивает ногти, кутикулу убираем на сухую и богемия масла, то есть это универсальное средство замены обрезного маникюра. А это универсальная губка для уборки дома и салона автомобиля. Она без труда справится с любыми пятнами, не оставляя разводов. И, кстати, никакие химические средства ей в помощь не нужны. Жители Муравленка смогут приобрести не только что-то полезное для себя, но и позаботиться о своих близких, купив нужный подарок. Ведь уже не за горами новогодние праздники. Мёд, шерстяные изделия, украшения из камня ручной работы, постельное бельё. Всего не перечесть, это лучше увидеть. Ярмарка-выставка будет работать до 27 октября ежедневно с 10 утра и до 8 вечера. Эрнст Бавшин, Тимофей Сапильник, новости нашего города. И у меня на этом всё. Прогноз погоды через несколько секунд. А я желаю вам всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон» 23 октября в Салихарде минус 5, ветер юго-западный до 2 метров в секунду. В Ноябрьске 7 градусов мороза, западный ветер до 2 метров в секунду. В Муравленко 23 октября минус 7, ветер юго-западный до 3 метров в секунду.